Никаких заготовленных речей и вылизанных кабинетов. Край возобновили внеплановые проверки медицинских учреждений. Профильный вице-губернатор может нагрянуть в больницу без предупреждения. Так и случилось с одной из поликлиник Владивостока. Выдержала ли она испытания, знает Нелли Булатова. 9 утра. В регистратуре детской поликлиники номер 6, на удивление, нет очереди. Пациенты записываются онлайн из дома, а сюда приходят только за картой. Затем, как идет работа администрации и врачей, сегодня наблюдает вице-губернатор. Он в поликлинике с инспекцией. О проверке никто из персонала не знал, подготовиться не успели. Показывали все так, как есть на самом деле. Первое, на что обратили внимание, на входе автомат с бахилами. В детских поликлиниках они должны выдаваться бесплатно. Медучреждения получают финансирование в том числе и на мягкий инвентарь. Основное – это платные бахилы, которые мы давно запретили размещать автоматы по платным бахилам в учреждениях, для того, чтобы люди… Бахилы должны быть бесплатные. Следующий пункт – кабинет терапевта. В поликлинике электронная система амбулаторных карт. Медсестры должны помогать заполнять онлайн-документы, но рук не хватает. Поэтому работать на компьютере приходится врачам. Еще один проблемный вопрос – лаборатория. Прием анализов ведет один специалист и всего час. Этот кабинет должен работать не менее трех часов в день, чтобы у дверей не собирались километровые очереди. Время работы лаборатории, то место, где собирается большое количество людей, направленных на анализы, оно здесь с 8 до 9 утра. Абсолютно недопустимая мера, потому что лаборатория должна работать целый день. Гордость этой поликлиники – кабинеты терапии. Их более восьми. Здесь находятся основные кабинеты физиотерапии. Ингалятория, электросон и кабинет светотерапии. За день здесь процедуры проходят более 60 детей. Каждый приморец может позвонить в департамент, оставить специалистам жалобы и предложения. Инспекции в медучреждениях края проходят регулярно.